Привет, меня зовут Саша Капуста, это видео делаем буквы на канале Твой Шрифтовой Фетиш и в этом видео мы разберем с вами то, как придумать название где брать вдохновение, где брать какие-то идеи и проверить, не существует ли такое уже название в других шрифтах Итак, мы видим, что наш шрифт называется Unnamed, то есть без названия нам нужно сделать так, чтобы и вы, и ваши будущие пользователи могли его найти могли понять, как он называется в куче других ваших шрифтов поэтому надо придумать ему какое-нибудь звонкое, клевое, интересное, запоминающееся имя В целом, нам немножко проще в конкретном видео, потому что этот шрифт уже имеет название и опять же, я не планирую его выпускать, наверное и поэтому просто он будет называться журнальная рубленая потому что мы ее и рисуем, это ревайвал но вы можете назвать ее абсолютно как угодно можете назвать ее в честь вашей девушки, можете назвать в честь собаки можете просто придумать какое-нибудь странное, необычное слово желательно не сильно длинное, чтобы проще было его найти, запомнить и так далее и в принципе, тут особо никаких ограничений нету ну кроме только того, что, например, на Западе по закону название это торговая марка и скорее всего, если вы назовете свой шрифт, там, Футура, Эрбар Гротеск или просто там гельветика или еще что-нибудь ваш шрифт просто не, во-первых, не сможет попасть на различные площадки по продаже шрифтов во-вторых, к вам могут постучаться какие-нибудь юристы в социальной сети и сказать, что как бы непорядок ну и плюс не стоит использовать какие-то популярные и прям действительно супер известные названия гарнитур типа Футура, Гельветика, Гарамонт и так далее в шрифте, который вы рисуете просто потому что, во-первых, это запутает ваших пользователей раз во-вторых, люди, которые открывают шрифт под названием, например, Гарамонт ожидают увидеть какую-нибудь старую антикву там, а не какой-нибудь футуристичный шрифт то есть как бы надо понимать, что классический классическое название, если уж мы делаем его, то, наверное, оно должно отдавать как-то эпохой по рисунку в том числе вот, поэтому просто придумывайте свое какое-нибудь название и тогда к вам никаких не будет претензий и вопросов это что касается зарубежной практики если мы говорим про Россию, то нельзя по большому счету просто взять, перерисовать чей-то шрифт и назвать его по-другому, потому что как раз таки в России рисунок шрифта, он также является объектом авторского права и если рисунок будет похож, даже если вы назовете его как-то иначе к вам также могут постучаться, но уже прям буквально чуть ли не в дверь потому что это будет происходить на территории России и мы сейчас говорим только про шрифты, ни про какие другие случаи мы не говорим вот, в общем, придумываем уникальное название, придумываем свой рисунок и в принципе все окей, можете назвать его My Beautiful Font, например главное, чтобы вам было классно если в принципе вы не планируете его распространять, только планируете использовать в своих каких-то некоммерческих проектах можете даже сделать какой-нибудь ревайл, например, ну как я сейчас я просто делаю в практических целях шрифт, который в принципе всем известен но по большому счету у него скорее всего нету цифровой версии во всяком случае я не встречал конкретно шрифта с названием журнальная рубленная в цифровом виде, который полностью копирует ну возможно какие-нибудь любители, типа как я, уже делали подобные и по-любому делали, просто он не пошел в народ вот, идем собственно дальше по поводу названия мы с вами поговорили вот, если у вас проблемы, если у вас есть какой-то затык с тем как бы назвать ваш шрифт вы можете попросить друзей, кого угодно но это как бы придется задействовать фантазией можно просто взять какое-нибудь классное слово например, есть сайт, который я использую для того, чтобы делать промо какие-нибудь материалы, то есть мне нужен набор красивых, прикольных слов коротких, либо длинных и так далее вот, я просто генерирую случайные существующие слова наверняка есть сайты, где можно несуществующие слова просто как-то не было задачи ну допустим, я вот хочу назвать шрифт, я не знаю как его назвать я захожу, выбираю существительные, либо города шаблон выставляю например, я хочу, чтобы название было короткое пускай будет четыре буквы даже не надо же сгенерировать, все можно назвать его флоу, можно флакс можно фат или фут, пор, рик, драм можно какое-нибудь супер длинное название да что такое фитофилос, non-primitive, отличное название indifferency, geochemistry ну как бы, вот берите любое слово, используйте в вашем счете почему нет дальше, а вот кстати у меня оказывается есть заготовочка вымышленных слов что у нас здесь, так, английские слова первая буква не важно, количество не важно сгенерировать, xinodoh, viper, direwef, call, tutuf шикарно, вообще отлично, почему нет fabukel, kacigav, там, zuzimir, raxabib, отлично вот, можно чуть-чуть осмысленнее сделать например, у меня в шрифте есть буквы, которые наиболее отражают его суть ну то есть самые красивые буквы, буквально какая-нибудь s, английская, q, или например x я хочу, чтобы в названии шрифта это было отражено то есть мне нужно какое-нибудь слово состоящее в первую очередь из букв x q, g, например, у меня красивое будет, допустим вот, и попробую нажать поиск вот, отлично, он мне показал список слов с разным количеством букв, в котором есть как минимум одна из этих букв помимо всех остальных здесь сверху написано как мы можем использовать этот генератор это у нас сайт sunstv вот, или sunstv но, я хочу, чтобы у меня конкретно в слове точно была буква и q, и g поэтому обязательные буквы g и x, например а сюда мы можем побольше звездочек по идее он там вот, это количество, видимо, букв а, которые можно использовать то есть если я конкретно напишу здесь только из этих четырех букв, вот так ну, например, а то он не найдет, но если я сделаю вот так он не найдет два слова, акса, г, ну, не очень поэтому я делаю случайные буквы в большом количестве мне нужно, чтобы было g и q обязательно ну, количество букв в слове я не буду указывать ему поиск и вот, пожалуйста квадратоджугл солилоквизинг ну, то есть и здесь есть и буква q и буква g то есть я могу взять это слово использовать его в качестве названия своего шрифта но, опять же, возвращаюсь у нас с вами журнальная рубленая и нам придумать не нужно иногда я придумываю название просто по ассоциациям то есть я придумал какой-нибудь контур или увидел какой-нибудь референс и в голове у меня всплыло слово я его записываю и когда я сажусь делать этот шрифт я его использую просто по ассоциации вот что еще интересного предположим, мы придумали с вами название опять же, мы еще пока не будем ничего рисовать будем много говорить мы придумали название которое нам понравилось например ну, допустим пускай это будет известный какой-нибудь шрифт рекл просто рекл вызов вроде бы но есть риск, что такое простое слово кто-то использовал и это, в принципе, не то чтобы прямо как-то проблема но, возвращаясь к тому, что я говорил ранее это может быть торговая марка поэтому это проблема или просто это уже шрифт достаточно известный хоть и там он независимый поэтому все будут ассоциировать это название с конкретным рисунком это не очень хорошо потому что ваш шрифт это никто не заметит и не узнает поэтому есть сайт в котором вы можете протестировать ваше название и поискать дубликаты ну, например, шрифт с названием рекл просто ради интереса чек чек итак есть торговые марки тотал рекл собственно, откуда я ее взял это фильм вспомнить все еще куча каких-то названий окей, дальше какие-то твиты нам это не нужно но судя по всему шрифта с таким названием нет ну, допустим, футуру проверим на футуру о, фьючер так итак, торговые марки неинтересные вот бесплатные шрифты с названием фьючер фьючер баглер и фьючер баглер софт уже как минимум можно такой шрифт встретить или например на сайте фонд ньюз зубер цубер футер ну вы поняли просто за фьючер мбф фьючер ваяж ну и так далее то есть уже как бы не очень такое самобытное и оригинальное название поэтому мы его не будем брать а если мы возьмем журнальное рубленое журнальное что такое не работает так сейчас узнаем и так на фонде ньюз просто журнальное и журнальное рубленое ну, в принципе, да есть классическая журнальная вот так выглядит а есть журнальное рубленое про которое мы говорили вот то есть в принципе сайт работает но зато он не показывает существующие копии цифровые значит этого шрифта в общественном достоянии на каких-то площадках нет почему бы и не выложить там свой шрифт например ну это так мысль если вам что-то непонятно в этом видео задавайте вопросы в комментариях задавайте вопросы в группе делаем буквы также в телеграме на канале твой шрифтовой фетиш есть ссылка можете задавать вопросы здесь вам быстренько ответят и забегайте вконтакте здесь все новости все видео я стараюсь дублировать и на сайт твой шрифтовой фетиш в котором в будущем будут различные шрифты которые я рисую и очень интересные другие материалы увидимся в следующем видео